Состязание среди роботов во Вьетнаме. Команда нашей страны приняла участие в конкурсе робототехники Абу Робоком-2018. 19 лучших команд Азии боролись за призовые места во вьетнамском городке Нинбин. За молодых казахстанских конструкторов болел наш корреспондент Владислав Цэй. Казахстанские студенты готовятся выйти на арену. На свой механизм из алюминиевого профиля, электродвигателя, микросхем и пластиковых бутылок они потратили 10 тысяч долларов и два с половиной месяца. Для чего воздух? Для сниматики, чтобы наш робот быстрее левался. Два таких механизма должны выполнить условия задания организаторов конкурса. Она основана на традиционной вьетнамской игре, которую играют накануне Нового года по лунному календарю. По правилам игры, один робот должен поднести второму мяч, второй робот также быстро должен закинуть мяч в кольцо и при этом попасть на столик. Не все люди это могут, зато роботы попадают практически всегда. Флаг Казахстана хорошо знаком участникам АБЮ Робоком-2018. Ведь это единственная страна из Центральной Азии на конкурсе робототехники. В нем принимают участие только студенты технических вузов, государств-участников Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза. А агентство Хабар является членом АБЮ уже 20 лет. Я смотрю на будущее Робокона с оптимизмом. Этой игре уже 17 лет и с каждым годом она становится сильнее. И как вы видите, поклонники, студенты очень поддерживают это мероприятие. А молодые люди – это наше будущее. Они будут развивать новые технологии. С 2012 года нашу страну на конкурсе представляет Международный институт информационных технологий. Руководитель команды, преподаватель Нурлан Каримжан, когда-то сам был участником Робокона. После учебы в магистратуре в США вернулся в родной вуз преподавателем и возглавил команду конструкторов. Мечта Нурлана – провести такие соревнования в Казахстане. Лидеры в основном те страны, которые, да, развиты. И еще где Робокон стал очень популярным. Например, в Китае 200 команд борются выйти, представлять свою страну на международном чемпионате. В Индии то же самое, огромное количество команд. А вот недавно с командой египтян пообщались. Они говорят, у нас внутри университета 7 команд борются, чтобы представлять университет. Благодаря поддержке руководства нашего вуза мы можем воплотить наши идеи, показать изобретения. Мы также можем увидеть разработки конструкторов из других стран. Победителем конкурса стала команда Вьетнама. Казахстанцы не смогли одолеть соперников из Индии и Китая, но получили на конкурсе большой опыт и будут готовиться к следующим соревнованиям. Они пройдут в 2019 году в Монголии. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.